Хочу сообщить о том, что в Одессе состоится с 10 по 14 июня первый международный фестиваль классической музыки Одесса Классикс. Почему с волнением? Потому что эту идею я уже несколько лет вынашивал и мне кажется, что этот проект очень нужен не только для меломанов, не только для любителей культуры, но и вообще для нашего города. И особенно в это непростое время. Есть такая мысль, что сейчас не время для культуры, надо как-то заняться безопасностью страны и экономикой. Мне кажется, что это неверно. Культура это именно то, что поможет и каждому индивидууму пережить это тяжелое время и всему нашему обществу. Я в этом абсолютно убежден, что именно такие проекты сейчас, именно сейчас особенно необходимы. Есть такой тезис, что Одесса это столица юмора. Да, но не только. Если мы говорим не только о русскоязычном пространстве, а о большом мире, который нас окружает, если мы говорим о Европе, в которую сейчас ясно, что двигается наше государство, то Одесса это прежде всего имидж города высокой культуры, в особенности классической музыки. Любой меломан мира знает эту великую тройку. Гелес, Рихтер, Острах. Чуть-чуть и глубже знают Столярского. Любой скрипач знает, что такое школа Столярского. И практически каждый имеет корни здесь, в Одессе. И так далее, и так далее. Можно перечислять десятки фамилий и оперников, и пианистов, и так далее. И вот этот бренд, который уже существует в мире, на мой взгляд, еще недостаточно используется нашим городом. Этот фестиваль должен быть сделан, планируется по европейским традициям, по европейским лекалам. То есть есть такая, скажем, образно говоря, европейская карта музыкальных фестивалей. Есть и крупнейшие города Европы, Берлин, Сюриколон, и так далее. Но есть и совершенно манюшенькие города, которые делают мощные фестивали и входят в эту карту. И вообще этот город поднимается своим имиджем. В Одессе пока нет такого фестиваля. И мы надеемся, что этот фестиваль будет первый, что он будет ежегодный. И очень скоро времени Одесса сможет войти в эту самую европейскую тусовку, если хотите. На самом деле, просто, если красиво сказать, европейскую музыкальную фестивальную карту. Это очень важно для нашего города, мне кажется. Особенности фестиваля. Во-первых, европейский подход. Во-вторых, те, кто немножко знаком с митворчеством, знают, что я люблю такие проекты. Синтез проекты, где есть разные жанры искусств, синтез смеси. Вообще, как бы современный подход, немножко еще направленный на то, чтобы привести молодежь в классические залы. То есть все это будет фестиваль. Программа будет разнообразная. Фестиваль будет открывать концерт великого певица современности баса Паты Бурчуладзе. Мне очень хотелось, и нам всем хотелось бы, чтобы первый фестиваль открывался представителем Одесской исполнительской школы. И Пата Бурчуладзе, он ученик Евгения Иванова, нашего великого педагога, и Милочки, как называют Редмила Иванова, до сих пор они вместе работают. То есть это один из самых ярких представителей Одесской локальной школы, которая уже больше 20 лет входит в элиту оперной сцены всего мира. И в этом году у него выступление, опять же, Метрополитен, Холангарден, Доскало и так далее, и так далее. То есть это один из самых мощных басов. Вот он будет открывать своим сольным концертом, то есть будет общинная программа, где он покажет итальянскую, классику русскую и Бориса Годунова своего культового исполнения. Это будет очень интересно. Будет у нас обязательно open air. И мы надеемся, что он будет на Потемкинской лестнице. Вот вы видите за нами эмблему фестиваля. Это тоже Потемкинская лестница в виде фортепианной клавиатуры. И мы хотим сделать там мощный open air концерт с участием оркестра под руководством Игоря Шеврука, где будет и фортепиано, где будет и скрип, где будет и опера, где будет и другие вещи такие на, скажем, смеси, может быть, классик, поп и так далее. Эту программу мы через несколько недель точно уже вам сможем объявить. Будет и будут, кстати говоря, у нас концерты не только в филармонии, будут на других площадках. В частности, у нас будет целая серия концертов в литературный музей. Для этого там будет приезден белый рояль, очень качественный, который еще в Одессе не изучал. И в белом зале литературного музея это должно быть очень красиво. Кстати говоря, одной из моих идей, которая обязательно будет в каждом фестивале, я буду представлять одного молодого музыканта, который мне кажется очень интересным. В данном случае это будет молодая пианистка Маша Клименко, ей 13 лет. Вот она будет, ее будет и сольный концерт, ее будет выступление на Вопенэйре. И это должно быть очень ярким открытием для всех меломанов и специалистов. У нас будет два таких проекта, мощных, скажем, авангардных синтез-проекта. Сейчас он всегда нужен был, но сейчас особенно нужны такие фестивали. Особенно нужна не только пропаганда классической музыки, но и просто какое-то лекарство для души, для людей, которые переживают еще в довольно сложный период. Поэтому все, что будет зависеть от нас, от меня, от канонального оркестра, мы с удовольствием подключаемся к этому фестивалю. И судя по тем предложениям, которые Алексей сделал, то есть я имею в виду программы, все, что это должно быть действительно очень интересно, и мы постараемся вас не разочаровать. Формат фестиваля, задуманного Алексеем, в данном случае очень интересен тем, что это конгломерат. Он не посвящен какому-либо одному музыкальному стилю или направлению. Он включает в себя очень широкий спектр взаимодействия, так называемых, когда-то в школе говорили, межпредметных связей внутри культурного пространства города, страны. Да, собственно, наверное, культура это как раз и туризм, это как раз все то, что не имеет фактически границ, то, что мы называем глобализацией в хорошем смысле этого слова. И благодаря этому, безусловно, я глубоко убеждена, и уже есть, я так понимаю, первые сигналы тому, что к нам гостями в этих проектах будут наши друзья из ближнего и дальнего зарубежья. Безусловно, мы ожидаем очень ярких, интересных участников. Безусловно, мы ожидаем и гостей отовсюду. Ну, конечно, это очень большое напряжение и его как артистического директора, безусловно, потому что концерт, формат задуман действительно глобальный, и я уверена, что у нас все получится. Нужно сказать, приоткрыть несколько завесу, что это будут и open-air мероприятия, так полюбившиеся, действительно, мы такие, те, которые мы так активно, в общем-то, в последнее время внедряем. То есть это мероприятие на открытой площадке в свободном доступе для тех людей, кому это очень интересно. Я полагаю, что это тоже очень важно, это стало уже хорошим тоном одесской культуры, демонстрировать вот такую вот возможность свободного доступа. Безусловно, все городские структуры будут задействованы, вовлечены, будут помогать, содействовать. Тут даже нет никаких вопросов, потому что это знаковое событие для нашего города, которое мы глубоко убеждены, станет постоянным.